Здравствуйте, с вами снова я, Александр Северов, и сегодня я хотел бы поговорить о Супротеке. Ну, честно говоря, бродя по интернету, я толком не нашел таких нормальных отзывов о нем, и, в принципе, стоит его использовать, нет. Но есть там такие нормальные отзывы, там их всего пару штук на ютубе, там от Болта, там от Матвеева, от Травникова, еще там. Но большинство отзывов на ютубе, они такие, типа, все негативные. Я сегодня хотел бы рассказать вообще про Супротек, объяснить, почему такие отзывы, и, конечно же, оставить свой, недаром же я решил его записать. Рассказывать и показывать, сейчас я буду актив регуляр, соточку. Почему? Вы знаете, что я скоро начну серию видеороликов про капиталку мотоцикла. В принципе, всего мотоцикла, не только двигателя, вот. И я решил после капиталки, после капиталки, залить Супротек, потому что я же все равно, блядь, по сути же, не весь буду движок перебирать, а только часть, там, поршневую, всю голову, там, цепь ГРМ поменяю, натяжитель, ну, там, куча всего, там, сальнички, там, заменю, там, коленвала, там, посмотрим, еще что-нибудь. Диски сцепления, там, коробочку. Ну, коробку, наверное, я не буду проверять, на диски сцепления сопрови центов проверю. Вот. Так вот, я сразу залью Супротек, и я решил купить эти, именно, актив регуляр. Почему? Почему? Потому что, да, есть, да, есть Мототек 4.2. Почему 4.2? 4, это, который для 4-тактных двигателей, 2, это для 2-тактных двигателей. Вот. А актив, причем, для нефорсированных двигателей, то есть, там есть еще линейка, тоже Супротек, она для форсированных двигателей, это, типа, такая самая простая. Есть еще актив 75. Чем они отличаются, я не нашел. То ли объемом в баночке, то ли еще что-то такое. Ну, не помню. Ну, короче, по сути, одна и та же фигня. То есть, Мототек, у него такой же состав абсолютно, как и здесь. Только у Мототек 2, который для 2-тактных двигателей, у него там немножко специфический такой состав. Он немножко другой, он отличается. Вот. Но это, по сути, то же самое. Вот. И заливать буду именно его. Смысл говорить вам. Точнее, нет. Вы мне можете не говорить, что, там, блядь, сцепление будет пробуксовывать. Все будет, сука, нормально. Все нормально будет. Вот. И насчет того, смысл вообще, если лить Супротек, вообще, зачем он, он не оживит ваш мертвый двигатель. Если у вас двигатель, все, там, требует 100% капиталки, когда там, блядь, компрессия, сука, практически ноль, он нихуя не заводится. Все. Вот это, блядь, даже если вы зальете, он будет чуть лучше. Но он, блядь, его не оживит до состояния нового на заводе. А большинство именно так и думают. Вот. Есть, конечно, такие более мощные присадки. Прямо такие лютые, но которые, там, нужно залил, там, проехал определенное количество тысяч километров. Потом ездишь просто. Присадку уже, как бы, выработал. Все, ее, типа, нет в масле. Вот. И потом только заливаешь. Но они такие, как сказать, они, во-первых, намного дороже. И, во-вторых, все равно, постоянно их лить нельзя. Они в тупую, блядь, съедят вашу движку, нахуй, изнутри, пиздец. Так вот. Вы эту штуку зальете, только если у вас там, ну, уже скоро подходит капиталочка. Там, если у вас там компрессия сейчас 5-6 атмосфер. Ну, 4, вы заливаете, и там компрессия может поднимется, может не поднимется. Но суть не в этом. Движка станет работать немного лучше. Вот. То есть, чудо от этой штуки ждать вообще не надо. То есть, она улучшит работу двигателя. Где-то выровняется. Потому что где-то уменьшится подсос воздуха. То есть, он там в сальничках закроет еще где-то. То есть, там где-то появится на выработке такая, грубо говоря, новая поверхность. Если там на цилиндре задиры были, он их немножко сгладит. Но вот именно чудо, от которого ваш двигатель заработает в 300-400 раз лучше, вообще ждать не стоит. Просто это значит, что уже нужна капиталка. Вот. Про отзыв что я могу сказать? Какой я отзыв могу свой оставить? Ну, я лично пользовался только двухтактным Супротеком. Я его залил пару раз. Еще в апреле RS50. Вот. Ну, честно говоря, так как у меня двигатель был практически в новом состоянии. Там был повинен коленвал, цилиндр, голова. Там все это было откапитальное. Ну, все натюненное. Вот, конечно же. Но я почему его залил? Чтобы увеличить ресурс вот этого всего тюнинга. Вот. Ну, честно говоря, я... Как сказать? Я не знаю, насколько увеличился ресурс. Я не измерял, потому что я, к сожалению, апрелью продал. Вот. В принципе, работа двигателя, ну, там, лучше, в принципе, не стала. Ну, он фактически новый был. Но, мне кажется, все равно износа стало меньше. К тому же, это двухтактник все-таки. Вот. И все равно ресурс, мне кажется, да не намного увеличился. Ну, это я уже, наверное, если получится летом, когда буду катать на Сузуке, на своем котором я откапиталю, и будет серия видеороликов, найду того владельца, которому я продал апрелью, и узнаю, что он вообще делал. Делал ли он что-нибудь вообще там. Вот. И, соответственно, сделаю вторую часть отзыва. Вот. Потому что он живет со мной фактически в одном городе. Ну, новый владелец Апрель. Так что, я думаю, у меня его ВК-шка есть, номер телефона. Так что найти его будет несложно абсолютно. Вот. Единственное, что я бы хотел сказать, что, скорее всего, вот этой вот присадочкой, именно вот этой, придется пользоваться по инструкции, не вот эта, которая указана здесь на упаковке, а инструкция, которая прилагается к мототеку, ну, потому что, блядь, тут все-таки на объем движки менее 5 литров, блядь. У меня объем 250 миллилитров, если так можно сказать. Так что придется пользоваться инструкцией от мототека. Но, все равно, в сути это не поменяет. Вот. Вот такая вот она присадочка. Супротек. Ну, мне никто это, блядь, не проплачивал. Я просто реально рассказал вам, что есть, как. Стоит ли покупать. Я думаю, вы сами для себя решите. Я вас ни к чему не принуждаю, не заставляю. Хотите, покупайте, хотите, нет. Вот так вот. Ну, что ж, до скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на меня в Инстаграме. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok